Всем привет! Решила повторить десерт из тиктока. Для этого мне понадобится йогурт, силиконовая формочка, желатиниус, апельсин, банан. Также мой помощник будет мерный стакан. Также взяла ванилин, который мне не пригодился, и весы. Собственно, идея была из тиктока, рецепта я не нашла, поэтому взяла в интернете. Итак, нам понадобится 10 грамм желатина. У меня это получилось полторы неполных столовых ложки. Вот, посмотрите. Дальше в ход идет йогурт. Я выбрала галичина, клубничный. Думаю, будет неплохо. Нам нужно 500 мл. Это примерно 2 чашечки по 250. Мне в помощь мерный стакан. Вам обычные чашки, если у вас такого не имеется. И когда мы отмерили йогурт, нам нужно заняться желатином. Я не спецжелатине. Просто по рецепту 10 грамм растворить в 50 мл. горячей воды. Я его растворяю. Вот как здесь на видосике. Так, хорошенько перемешиваем. И нам его нужно будет оставить на 10 минут набухнуть. А пока желатин набухает, с вами нарежем бананчик и апельсинчик. К сожалению, у меня банан попался вообще невкусный. Еле сладкий, зеленоватый какой-то. Я взяла со своих офшоров с холодильника. У меня остался уже почищенный банан. Очень сладкий. Вот. Видите, если на видео. Апельсинчики я чищу очень быстро. Берем с двух сторон, обрезаем жопки. Потом прорезаем лепесточки и очищаем. Очень крутой способ. Я всегда так чищу апельсин. Никогда никаких проблем нет. Никогда не нервничаю. Никогда ничего по рукам не течет. Вот. Время для вас прилетит незаметно. Уже 10 минут прошло. Я, кстати, нашла формочку еще на всякий случай. На водяной бане подогрела еще раз желатин. Сейчас я в формочку повылаживаю фрукты, как на предыдущем идейном видео. Вот. И залью всю массу. Так, я уже все сделала. Сейчас нам нужно добавить желатин в йогурт. Ну, этот процесс не трудоемкий. Все делается прекрасно. Я вот так вот все перемусякала. И теперь добавлю йогурт с желатином в нашу формочку. Ну, и у меня осталось чуть-чуть. Я решила еще в эту формочку, которую нашла, про запас добавить. Вот. Три штучки получилось. Все. На этом все. Ставим в холодильник. Еще накрыли пищевой пленкой, чтобы не капнуло нигде. И ставим 4 часа. И ждем. Завтра посмотрим, что получится.